Ну что, ты принёс то, что я тебя просил? Да, конечно, вот твой товар. Всё хорошо, вот твои деньги. Всем привет, ребят! И как вы уже поняли, сегодня мы будем пробовать очень много разной лапши. Для этого ролика мне пришлось идти в магазин за пятью разными видами лапши. Кстати, посмотрите, какая у нас погода крутая. Сегодня у нас на обзоре лапша Петра за 9 рублей. Моя цена Вермишель за 9 рублей. Доширак за 21 рубль. Роллтон за 23 рубля. И Биг Бон за 35 рублей. Начинать мы будем с самой дешёвой лапши и заканчивать самой дорогой. Всю эту лапшу я купил в Магните, за исключением одной. Вот этой. Я её купил в Фикс Прайсе. Я думаю, состав мы не будем смотреть, потому что даже самый дорогой Вермишели, там, наверное, состав, конечно, будет не очень. Ну, а мы посмотрим на наличие специй, на вкус. Будем есть сушёную, варёную и всякое такое. Ну, а что? Погнали! Начинать мы будем вот с такой вот лапши Петра за 9 рублей из Фикс Прайса. Аккуратненько открываем. Пробовать я буду здесь. Что ж, погнали. Сухая лапша за 9 рублей из Фикс Прайса. По специям не могу ничего сказать. Специи, в принципе, как и во всех таких вот лапшах. Но по вкусу сильно отличается от того же самого Доширака. Ну, а теперь приготовим её. Заливаем кипяточком и накрываем крышкой. Ну, что ж, ребята, пришло время попробовать то, что мы приготовили. Ну, что могу сказать. В принципе, неплохо. Если у вас маленький бюджет, то можете купить. Но всё-таки, я думаю, за 9 рублей ничего хорошего там не будет. Ну, а следующая лапша, это лапша моя цена. Точнее, вермишель. Вермишель моя цена. Со вкусом курицы из магнита. Ну, что, погнали пробовать сухую вермишель от магнита. Что могу сказать. Специи повкуснее, но только я бы убавил соль. Потому что слишком солёная. Ну, а по вкусу сама лапша тоже повкуснее. И в ней уже чувствуется что-то такое. Дошираковская. Ну, а теперь пришло время заварить мою цену. Теперь пора попробовать. Итак, погнали. Это лапша из магнита. Тоже за 9 рублей. Что сказать. Вкус намного приятнее, чем у прошлый. Но всё равно за такую цену ничего хорошего ожидать не нужно. Ну, а теперь пришло время того самого нашего любимого родного доширака. И в честь этого я решил открыть его прямо здесь, в моей комнате. Ребят, ну какие тут претензии сразу же. Тут у нас и овощи с мясом, и очень много приправы. Ну что, давайте попробуем сначала доширак сухим. Ну, никаких претензий, ребята. Всё просто мяуа. На высшем уровне вкус, насыщенность, лапша. Всё очень круто. А теперь попробуем его заварить. Ну, вот он наш любимый доширак. Очень вкусно. Сейчас попробуем тут и мясо, и всякие специи, прибавки, добавки. Давайте пробовать. Ну, тут, конечно же, ничего не скажешь. Очень вкусно. Всё на высоте. Всё очень круто. Мясо. Всё очень круто. Ну, а теперь переходим к роллтону. Ну, а вот и наш роллтон. Теперь давайте попробуем его. Ну, а вот и наш роллтон. Теперь давайте попробуем его. Аккуратненько открываем. И тут сразу же видно, что он спрессован намного лучше. Потому что тут совсем нету крошек от него. И он не развалился на куски. Ну, и вообще видно, что он покачественней. Вот тут у нас идёт такой маслицы и бульончик. Давайте попробуем его сухим. Добавляем приправы. И пробуем. Да, это, кстати, намного вкуснее, чем доширак. Ну, понятно, что это роллтон. Доширак это так, канон просто для студентов. А роллтон это уже что-то посерьёзней. Ну, что могу сказать. Мне всё понравилось, никаких претензий нету. Поэтому идём варить роллтон. Ну, а вот и наш роллтон. Давайте попробуем. В принципе, что могу сказать. Всё очень вкусно. И здесь самое главное, нет таких кусков, как дошираки и всех предыдущих. То есть, если ты там начинаешь есть макаронину вот эту, то она просто не заканчивается и тянется. Но здесь не так. Здесь они все по отдельности. И за это ставлю огромный плюс. Ребят, ну и пришло время нашей пятой последней лапши. Биг Бон. Давайте его откроем. Кстати, вы только посмотрите, как он упакован. Это вот такой вот кружочек. И, кстати, кружочек это намного удобнее. Он будет лучше помещаться в тарелку. Ну и специй здесь немало. Суповая основа. Ну, как и везде. И вот нарезка овощей. О, кстати, я только что заметил самое прикольное, что здесь цвета разные. Посмотрите, здесь Биг Бон с красной штучкой, а здесь с жёлтой. Давайте пробовать. Ну и, конечно, с каждым разом всё лучше и вкуснее. Теперь пришло время заварить. Ну, а вот он наш заваренный Биг Бон. Давайте попробуем. Что могу сказать по вкусу? Специи не такие выраженные, как в Дошираке или в Ролтоне. Хотя я их добавлял довольно много. Но сама эта лапша, она вкуснее и приятнее. Вот так вот мы попробовали самую дешёвую лапшу и самую дорогую лапшу, которую я смог найти в нашем магазине. С вами был Витспайс. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok